МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У Балу есть своя комната, свои игрушки, свой батут, свой зал для праздников, свой магазин игрушек и много что еще. Балу рад гостям, но не знает, как об этом рассказать. Придумай девиз для игровой комнаты Балу. Ждем ваши идеи по адресу конкурс ntvhsobakamail.ru до 20 ноября. Не забудьте указать в письме имя, фамилию, возраст, город проживания и номер телефона. Помоги Балу и получи приз. Творческие мастерские у людей бывают разные. У героини программы «Деловые люди» мастерская, где она корпит над своими деревянными изделиями. Это кухня. Сегодня в программе. Шиншилла-мама, шиншилла-папа. Они очень любят бумагу кушать. То ли рыба, то ли птица. Слушайте, ну где-то человек и где-то рыбы. Вот на самом деле вот эта птица, но все считают, что это рыба. Подарок самому внимательному зрителю. Не пропустите викторину. Папа у меня всю жизнь что-то делал руками. Строил дома, работал столером почти всю жизнь. Ну не всю жизнь, до этого он был, правда, спасателем, но всегда в его жизни присутствовало что-то такое рукодельное. Александра Белова. Живет в Апатите, хочет стать предпринимателем. Имеет экономическое образование, воспитывает дочку. Свободное время отдает любимому хобби изделиям из дерева. Я вставляю ноги в пчелу. Эти магниты с гвоздями. Ну, опять же, идея не сказать, что новая, но она интересная. Потому что не столько они такие вот гламурненькие, какие-то магнитики там миленькие, они такие интересные. Саша всегда любила животных и даже пыталась учиться на биологическом, но быстро поняла, что это ну совсем не ее. На биологическом прошлом напоминают домашние растения. А еще в этой семье поселились шиншиллы. Их здесь называют просто мама и папа. Шиншиллы – это просто временное помнение рассудка. Я так их называю. Просто не люблю котов. Очень хочу собаку, но, к сожалению, пока никак места нет. И все-таки собаки – это не квартирное животное. Они очень любят бумагу кушать. В этой весной мне захотелось сделать что-то интересное. И началась разработка первой полки облака, видеооблака, и мы ее разыграли. То есть мы вместе с дочкой сначала выбрали форму, цвет какой, значит. Ну и, собственно, начали ее выпиливать, покрасили все, начали разыгрывать. Я подумала, почему бы нам не создать, собственно, мебельную мастерскую какую-то и делать вот такие полочки. Облако понравилось людям? Да, облако людям понравилось. Ну, сначала, когда меня поддержали в группе ВКонтакте мои друзья, вступили. Ну, выиграла облако абсолютно незнакомая девушка из Кировской. Я потом привезла и его отдала. Вот. Ну и мы начали с папой искать подходящее место. Нашли гараж. Папа потратил очень много денег. Он в строительных магазинах, как девочки где-нибудь в бутиках, вот это примерно то же самое. Потратил, значит, на какое-то там оборудование, что-то ему там шлифмашина нужна была, новый шуруповерт. Вот. И, собственно, нужно было начать теперь как-то что-то реализовывать в свои возможности. Это мастерская папы Карла. Да? Да. Это именно она. Мастерская папы Карла – семейная мечта. Здесь из дерева дочка Саши и папа Володя планируют делать не только небольшие интерьерные вещицы, но и более габаритную мебель. Для превращения мечты в реальность, конечно же, нужны деньги. Саша рассчитывает на грант от бизнес-инкубатора и уже отправила свой проект на рассмотрение в надежде, что комиссия оценит его по достоинству. У меня очень много знакомых, которые получали гранты. То есть надоумили-то они меня, по большому счету. Бизнес-план писала я не одна. Мне помогала моя подруга, у которой есть опыт тоже экономический. Помогла она мне. Ну, собственно, выбирали оборудование вместе с папой. Надеюсь, получу. Я не могу сказать, что я уверена, что я получу, но очень надеюсь на это. На Александре лежит вся оформительская работа и дизайнерская задумка. Что-то разработано самостоятельно, что-то подсмотрено в интернете. Удивлять сейчас непросто, уверена Александра. И вообще, люблю делать вещи, чтобы спросили, у него где-то такую штуку классную взяла. Вот, собственно, поэтому такие у нас магниты. С гвоздями, с шурупами. Я так понимаю, это то, что получается после покрасок, различных просверливаний и так далее? Да, это именно то самое, что получается. Какие чудики. Вы, ну, как-то концептуально к этому подходите, да? То есть это вот ваш стиль? Я не могу похвастаться пока каким-то выработным стилем. То есть в определенные промежутки времени мне там больше нравятся вот такие вот с гвоздями. Потом у меня есть немножко другие, они без гвоздей. Ну, то есть это под настроение. А что нравится вашим друзьям? Им все нравится, наверное. Им все нравится. Они у меня такие все. Ты такие классные штуки делаешь. Вот, ну, то есть все льстят. А вы не присматривались? Ну, все-таки у нас в Апатитах-то достаточно много мастеров. Вы на них похожи, не похожи? Вот как-то не примерялись к этому? Нет, на мастеров, которые конкретно у нас в Апатитах, вряд ли похожи. У меня, опять же, лучшая подруга Наталья Спирина. У нее мастерская птаха. Она рисует на топляке. Но топляк это абсолютно другое. И у нее все-таки прям художественные произведения такие настоящие. А вы себя к художнику не относите? Нет, что вы. Никоим образом, да? Нет, я ремесленник. То есть я вот посверлить что-то там, помалевать. Ну, забавно почему? Ну, забавно, но не более. То есть никакой художественной ценности я не вижу в этих человеках. Это человеки все-таки? Слушайте, ну, где-то человеки, где-то рыбы. Вот на самом деле вот это птица, ну, все считают, что это рыба. Мне так обидно, но как бы я смирилась. Вы старались, да? Это должна была быть птица. Вы, наверное, как кот Матроскин, да? Да, я еще и на машинке могу, и вышиваю. И на людей греться. Это для меня. Все понятно. Ну, это, я так понимаю, для домашнего обихода. Это для вашей дочки. Вот это все. Да. Для украшения собственного интерьера. Да. Здорово. Да. У Саши есть еще одна мечта. Она хочет отвезти своего папу к морю отдохнуть. На это тоже нужны средства, которые мастер по дереву планирует заработать в качестве предпринимателя. Если, конечно же, удастся получить грант и открыть бизнес. Самому внимательному зрителю Александра Белова подарит вот этого симпатичного медведя-хранителя ключей. В пятницу, 27 октября, в 21.05 в группе Народного админы выложат программу и три вопроса к ней. Ждем ваши правильные ответы в комментариях к видео. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!